Американскую клюкву начали выращивать хабаровские селекционеры. Плоды у нее большие, урожайность высокая, а витаминов не меньше, чем в дикой ягоде. Ученые планируют на основе американской вывести свой вид, дальневосточный, который будет адаптирован к местному климату. Когда ожидается первый урожай, расскажет Ирина Забродина. Клюквы еще пока зеленые, но клюкву обычно собирают после 20 сентября. Обычно урожай составляет до 4-5 тонн на гектар. Это первый урожай. Явно будет невелик. Зашли всего несколько кустиков. Рассчитывали на большее, но оказалось, торф. Привезли не тот. Самый нижний слой плотный, глинистый. Клюкве такой не подходит. Наученные горьким опытом, селекционеры заключили договор с компанией, которая доставит правильный торф из района имени Лозо. Выращивают здесь 4 сорта. Бен Лир, Бергман, Стивенс и Юли Блэк. У каждого свои особенности. К примеру, Стивенс хорош тем, что дает высокую урожайность. С одного гектара можно собрать 25 тонн. А вот этот вот Бергман. Его особенность в том, что он быстрее всех созревает. Должен поспеть уже к середине сентября. В дальнейшем собираются выращивать и другие богатые на витамины ягоды. Морошку, голубику. А начали именно с клюквы, потому что самая уязвимая. Все меньше ее в природе. Очень чувствительна к изменению условий. После пожаров начинают расти другие кустарнички, потому что она малоконкурентоспособна по сравнению с другими видами растений. Затенение, рост других кустарничков, клюква пропадает. В промышленных масштабах в Америке начали выращивать клюкву 200 лет назад. Как выяснилось, плантации практически вечные, до сих пор плодоносят. Такую ягоду выращивают теперь в Канаде, Чили, Польше, Китае. Пробовали у нас на западе страны, но температурный режим не подошел. В Хаваровском крае и Приморье условия для американской клюквы благоприятнее. Но все же необходим свой сорт, адаптированный к местным условиям. Это как исходная база для дальнейшей селекции по устойчивости нашей клюквы с крупноплодностью американской клюквы. Процесс длительный. На выведение своей клюквы уйдет как минимум 7 лет, а то и больше. Погода периодически подкидывает сюрпризы. Вот и в этом сезоне, в период цветения, все говорил о том, что урожай сливы будет богатым. Но обильные дожди все испортили. Воды просто осыпались и большой процент загнивания. Абрикос на среднем уровне. Лучше всех справилась в этом году яблоня. Очень высокие урожаи. Надо учесть еще, что у нас две зимы сложные были. Практически бесснежные. Большое количество подмерзших деревьев. Несмотря на сложные погодные условия, в этом году урожаю плодовых ученые ставят оценку хорошо. Впрочем, и выведены эти фруктовые деревья специально для нашего климата. Сезон сбора еще не закончен на подходе груши. И судя по обилию плодов, погодные условия пока их устраивают. Ирина Забродина, Павел Легалин, Телеканал Губерния.